ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй раз все по той же статье. Убийство в Камских полянах рассматривает Нижнекамский суд. Без здоровья, без дома и без помощи. Не рады, что не пойти. Больной мужчина остался на улице после выписки из больницы. Десять миллионов на жизнь. Она же живет в шунтом, еще в голове же у нас шун. Ландыш Ибрагимовой срочно требуется помощь. Гражданская оборона. Как работают пожарные в реальных условиях. Дети узнали о жизни спасателей. В прямом эфире Нижнекамские новости. В студии Александр Комаров. Здравствуйте. В Нижнекамском городском суде состоялось первое слушание по факту убийства. Трагедия произошла в Камских полянах в ночь с 13 на 14 июля. По версии следствия, выдухающей на свежем воздухе компании возникла ссора, которая переросла в драку и закончилась убийством. Жертве было 19 лет. Подробности у Александра Кишина. В судебном зале родственники погибшего и подсудимого. Царит полная тишина. Все ждут начала заседания. А вот и сам подсудимый, 37-летний мужчина, обвиняется в убийстве молодого человека 95-го года рождения. О том, как все было, расскажет один из свидетелей, работница кафе, рядом с которым и произошла трагедия. Мы закрылись, вышли в шатер. Там сидели три молодых парня. Пили за ВДВ, кричали ура, ура, все. Мы на них вообще не обращали внимания. По версии гособвинения, именно эти крики и переросли в последующую ссору и драку, выйти живым из которой одному участнику не удалось. Кстати, для подсудимого это уже не первое уголовное дело. Несколько лет назад он был признан виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Сейчас ситуация практически аналогичная. Виновен ли подсудимый в убийстве молодого парня пока неизвестно. В заседании приняли участие не все свидетели. И оно было перенесено на 14 октября. Мы будем следить за развитием событий. Александр Акишин, Рафаэр Акипов, Новости НТР. 24-летний наехал на 74-летнего. Накануне вечером на улице Юности водитель автомобиля Деонексия совершил наезд на пенсионера. Мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Полученные травмы, закрытый перелом левого бедра, ушибленная рана левого виска и грудной клетки. Всего за прошедшие сутки в Нижнекамске произошло 45 ДТП с материальным ущербом. Ровные дороги через суд. Прокуратура потребовала от исполкома заделать большие ямы на дорогах. По требованию ГОСТа ямы не должны превышать по длине 15 см, ширине 60 и глубине 5 см. Правила содержания дорог нарушены на дороге в Алань, на внутриквартальных проездах 36 микрорайон и напротив школы номер 19. Ямы на этих участках вдалеки от требований ГОСТа. Бездомный ищет приют, а мужчина без определенного места жительства провел в больнице больше месяца. Туда он попал из-за проблем с ногами. Скорую вызвала нервнодушная женщина и вот из больницы мужчину забрала она же. Эта женщина уже больше месяца следит за судьбой Рашида Низамова. У мужчины нет крыши над головой, живет на улице и уже давно болен. Людмила Комогорцева заметила его, пожалела и обратилась в скорую. Рашида Низамова госпитализировали, а спустя месяц выписали на улицу. Встречать его пришла Людмила Комогорцева. Болезненно отреагировала и решила помочь человеку, чтобы он не возвращался туда, откуда попал в больницу. Не оказался на улице, чтобы был дом, чтобы его ждали, был ухоженный, уют был какой-то, но не в подвале и не на улице. У Рашида Низамова есть родственники, но не знают в городе ли они сейчас. У мужчины есть родной брат и 25-летний сын. Много лет он их не видел. Есть и жена, но с ней он давно расстался. Ну да, действительно, мне не пройти. Но у вас есть родственники? Есть, родной брат есть здесь, но я не знаю, где он проживает. Но знаю, что в этом городе. Людмила просит социальные службы откликнуться и определить бездомного в приют, пока она забрала его к себе. Оставаться на улице Рашиду нельзя из-за серьезных проблем с ногами. Но надолго приютить его женщина не сможет, она живет с сыном в небольшой квартире. Сам же Рашид Низамов хочет начать новую жизнь. Женщина первым делом обратилась к нам, потому что ни в полиции, ни в социальных службах этим вопросом заниматься не стали. Мы позвонили в центр милосердия, там сказали, что готовы помочь. Специалисты милосердия будут определять мужчину в приют. Сейчас готовят бумаги. В случае наличия там мест, уже после праздников готовы отправить Рашида Низамова в набережный Челнинский центр для бездомных. Там помогут начать новую жизнь, было бы желание. Алмаз Кашайф, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Родители Ландыша Ибрагимовой продолжают бороться за жизнь дочери. Небольшую часть всей необходимой суммы вы помогли собрать, но это лишь малая доля. Всего необходимо около 10 миллионов рублей. Тем временем 12-летняя девочка растет, учится, увлекается рукоделием. Ландыша учится в 6-м классе, дружит со сверстниками, делает уроки. И кто бы мог подумать, что у вполне здоровой на вид девочки редчайшее заболевание. Туберозный склероз – редкое генетическое заболевание, при котором во множестве органов и тканей образуются доброкачественные опухоли. После четырех проведенных операций по удалению опухоли образовалось новое. Сейчас девочке противопоказаны физические нагрузки. Ландыша Ибрагимова уже была героем нашего сюжета. Тогда родителям удалось собрать около 700 тысяч рублей. Но этого недостаточно. Месячная норма лекарства от редкой болезни стоит как раз 700 тысяч. Таких препаратов нужно как минимум на год. Ждать, конечно, вообще нам не надо, потому что у нас уже пять месяцев назад операцию перенесла на четвертую. Опухоль-то растет. Опухоль-то не ждет, пока мы деньги накопим. Не деньги себе берем на препарат. Она же растет у нас. Она у нас пока очень маленькая. Она вот видите себя хорошо чувствует. Она никаких болей не чувствует. Руки, ноги нормально. А возрастет последствия какие будут, ведь не знаем. Ландыш любит вязать. Научила мама. Мечтает связать себе свитер. Кем станет, пока не определилась. Родители думают, что, скорее всего, врачом. Она постоянно играет со своим самым верным другом-котом с женским именем Даша. Что будешь всего нравиться вязать вот тебе? Мочалку. А что-нибудь из одежды? Из одежды? Не умею. Не умею. Не умеешь пока, да? А будешь, хочешь научиться? Да. Деньги можно перечислить на телефонный номер, который вы видите на экране. Здесь же другие способы перечисления денежных средств для выздоровления Ландыша Ибрагимовой. Амазка Шефрин, Атхарасов, Новости НТР. Теперь здесь есть забор. В 31-м микрорайоне начали строить крупный административно-торговый центр. Правда, сначала стройку должным образом не огородили. Об этом мы рассказывали в одной из прошлых программ. Жители боялись, что на открытую площадку могут беспрепятственно заходить дети, которые каждый день ходят в школу мимо этой стройки. Сейчас родители могут быть спокойны. По всему периметру строительной площадки поставили высокий забор. Сегодня в Нижнекамске чествовали учителей. Свой профессиональный праздник педагоги отметят воскресенье. Поздравления они начали принимать утром от детей. После уроков в Центре творчества детей и молодежи прошло общегородское мероприятие, где награды получили особо отличившиеся учителя Нижнекамского района. О людях самой почетной профессии Евгения Корбакова. Вместо фразы «классная работа» на доске 4-го В сегодня шарики и портрет любимой учительницы. Такой подарок к празднику ученики сделали своей Ларисе Николаевне. Решение преподнести сюрприз приняли коллективно. Порадовать первую учительницу хотелось всем. Я вечером нарисовала, и мы сегодня еще в школе вместе дорисовывали. И потом быстро-быстро, пока в среднем блоге там ребята Ларису Николаевну поздравляли, пока родители поздравляли, мы быстро все приклеили. Лариса Николаевна, она добрая. Это самое главное. Учит нас всему. Главное добиваться, чтобы мы все поняли. Чтобы были грамотными и чтобы все люди были умными. Несмотря на предпраздничное настроение, уроки строго по расписанию. В школах не отменили даже контрольные. Ученики не обиделись. Для того, чтобы поздравить учителей, хватило и времени на переменах. Поздравляем! Учит Лариса Буреева уже 17 лет. Решение стать педагогом приняла еще будучи школьницей. Хотелось быть похожей на свою первую учительницу. И об этом ни разу не пожалела. Работа именно с детьми приносит радость, удовлетворение. Приносит положительные, наверное, эмоции. О каком, к сожалению, даже и речи не может быть. Не жалеет о своем выборе большинство из двух с половиной тысяч учителей Нижнекамска. В школах работают по призванию. Случайные люди здесь не задерживаются. Ведь педагог не только учит детей, но и сам постоянно самосовершенствуется. Учителей, как-либо отличившихся, сегодня пригласили на праздничный концерт. Педагогов со сцены поздравляли творческие коллективы, директора школ, представители муниципалитета. Мероприятие получилось каким-то очень теплым, почти семейным. Здесь же вручили заслуженные награды. В школах Нижнекамского муниципального района работают самые талантливые учителя, самые преданные учителя. И тому подтверждение те результаты, которые они показывают. Мы видим, что на уровне республики в грантах, в показателях, в олимпиадах у нас есть стабильная динамика. О том, что в Нижнекамских школах работают замечательные учителя, говорит еще и тот факт, что на предстоящем республиканском конкурсе «Учитель года» наш город будет представлять аж 200 человек. Это одна из самых больших делегаций. Но каждый кандидат на почетное звание полностью соответствует критериям жюри. Современная школа совсем не такая, какая была еще лет 20 назад. Теперь здесь интерактивные доски, электронные дневники, но суть осталась прежней. Главная задача – сеять разумное, доброе, вечное. За что от бывших, нынешних и будущих учеников огромное спасибо. Евгения Корбакова, Максим Липин, Евгений Лызаев. Новости НТР. Уже завтра состоится главный праздник мусульман Курбан-Барам. Его отмечают через 70 дней после уразы в 10-й день месяца Зульхиджа. По традиции, с утра верующие совершат намаз, а кульминацией станет обряд жертвоприношения. Как пройдет праздник, узнаем в следующем сюжете. Начинать рабочий день в 7 утра для нее обычное дело. Елена Масалова работает пастухом. Как дети смотришь, любя, сено раздадим, зерно, воду наливаем, ухаживаем за ними. Все лето женщина выращивала около 200 баранов. Завтра с ними придется проститься. Животные будут проданы на празднике Курбан-Байрам. По традиции, в этот день принято приносить в жертву домашний скот. По канонам ислама жертвенное животное должно быть здоровым и не иметь никаких недостатков. По обычаю, мясо делится на три части. Одну из которых отдают бедным, вторая остается в семье, третью раздают близким родственникам. А это место для взвешивания. На каждого барана вешается бирка, где указывается точный вес. По словам фермеров, стоимость животных будет зависеть от возраста и упитанности. Цены будут от 3 тысяч рублей до 7 тысяч рублей. Вот такие у нас будут. Просим вас на праздник участвовать активно, покупать наши барашки и овесик. С праздником у вас всех. Торговля баранами, как обычно, развернется возле Центральной соборной мечети. Сейчас здесь полным ходом идет подготовка. Устанавливаются и торговые палатки, готовится площадка для раздела животных. С каждым было проведено собеседование с бойцами, которые будут забивать, закалывать жертвы на животных. Естественно, полный обряд, как это совершается в собеседовании. После чего им выдается опознавательная зеленая фартука на рукавнике. С чем, значит, можно сказать, что это да, люди от мечети, которые проверены, которые обучены. Завтра для нижнекамцев и гостей города будут созданы все условия для отдыха. К слову, этот день объявлен выходным. Я хочу пригласить всех наших горожан, дорогих, на этот праздник. Курбан Байрам, Алла Бирса, в 7 часов утра у нас начнется праздничная проповедь. И после проповеди в 8.00 у нас состоится праздничный намаз. И после намаза мы уже приступим к обряду жертвоприношения. Мы будем накрывать и столы, и торговлю будет. Желающие могут и чай приобрести, и угощение. Альбина Валеева, Максим Липин, Новости НТР. Также завтра по всей стране отмечается День гражданской обороны. 62-я пожарная часть уже несколько лет подряд устраивает в этот день экскурсию для школьников. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Пожарные расчеты в боевой готовности, но повод для этого мирный. 62-ю часть сегодня посещает особая делегация. Сегодня в рамках проведения Дня гражданской обороны Российской Федерации проводятся российские тренировки по гражданской обороне. И один из пунктов этого мероприятия – это проведение открытых дверей в подразделениях пожарной охраны. Как работают пожарные в реальных условиях. Именно это и является главной целью проверки юных ревизоров. Первым делом школьная комиссия осмотрела пожарные расчеты. Эта машина – гордость 62-й части. Просторный салон и множество спецоборудования. А вот и вердикт проверяющих. Мне она понравилась, потому что в ней очень много оборудования и очень комфортно пожарным. А вот ты вот вырастешь кем стать хочешь? Ну я, наверное, тоже пожарный. Показав технику, огнеборцы решили продемонстрировать и свои навыки. Если бы стрельба из бронспойта входила в программу Олимпийских игр, все золотые медали достались бы именно нам. Такие же результаты были бы и в резке металла. Во время страшных дорожно-транспортных происшествий или завалов эти навыки незаменимы. После увиденного ребята поделились своими эмоциями. Экскурсия была отличная. Мне понравилось, как кусачками разрезали металл. Понравилось очень хорошо, потому что тут, ну как, отличная машина, как показывают, как стреляют из шланга, как режут металл, как все делают. Станут ли эти школьники пожарными, покажет время. Но аккуратнее обращаться с огнем они будут точно. Александр Акишин, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. За 50 лет водительского стажа ни одной аварии, а пенсионный возраст не мешает экстремальному вождению. Нижнекамец Юрий Посыпкин принял участие в конкурсе «Автобабай» и получил призовое место. Он занимался мотоспортом и даже давал уроки вождения. Но сердце было предано автомобилю. Собрав свой первый спорткар, Юрий понял – вождение автомобиля. Это его. Я всегда был склонен к автомобилю, к его двигателю, к быстрой езде и, можно сказать, безаварийной езды. Во всяком случае так. И потом все-таки я пошел, уже собрал спортивную машину. После первого этапа конкурса «Автобабай» Юрий Посыпкин был даже в лидерах. Вождение – это его фишка. Причем практикует он и экстрим. 68-летний пенсионер. По сей день занимается драгрейсингом. Они смотрят вот так вот, публицируют на то, что действительно приехал такой бабай. Ну, видят же, что… Ну, и там уже местные, которые меня знают уже, ребята, говорят, вы знаете, сколько ему лет? Уже под 70 лет. Он, говорит, до сих пор гоняет, но не удивляется. Ребята говорят, да, конечно, раз приехал. Потому что сбоку на автомобиле написано фамилия, имя. Вот, машина, как говорится, настроена под спорт. Именно не то, что тут для гонок по городу, а именно под спорт. Свои позиции и лидерство на конкурсе Юрий сделал в теории. Хотя третье место, которое он занял, считает достойным результатом. Главное, говорит Юрий, не конкурс, а то, как ведут себя люди на дороге. Особенно молодежь. То, что себя показывать и загибать пальцы вверх, если у тебя там хорошие, красивые машины и так далее. Я считаю, это недостойно. Единственное, надо стремиться к тому, чтобы была безаварийная езда. Чтобы техника была всегда в отличном состоянии. Чтобы водитель всегда был аккуратен в этом случае. Хотя конкурсы называются автобабайстаром, он себя не считает. В свои 68 лет крепко держится за баранку. И ездит не только ради удовольствия. Юрий работает дальнобойщиком. Им далеко за 80, но это не мешает отплясывать в ночных клубах. Самые активные бабушки и дедушки Нижнекамска на время позабыли о внуках и повседневных заботах и отправились на танцпол в Титан. Наш корреспондент Алимина Ахметова увидела своими глазами, что после 60 жизнь только начинается. Эти пенсионеры на несколько часов забыли о своем возрасте. Говорят, не чувствуется ни стихондроз, ни ревматизм. Ритмы танца – лучшее лекарство. Каждый год здесь отдыхаем. Нам они представляют все возможности. Мы очень довольны. Развлекательный центр очень оборудован хорошо. Принимают они нас, начиная с приема, то есть со сторожей, что ли, как они вот тут дежурные, где мужчина дежурит, и то нам никаких преград нет. Те, кому за 60 собирается в ночном клубе «Титан» не первый раз. Еще в 2005-м нынешний организатор пенсионной дискотеки Нина Петровна решила со своими подругами сходить потанцевать. В 2014-м у подруг потанцпола стало значительно больше. Очень нравится. Каждый раз Нина Петровна собирает в «Титане» мероприятия, я никогда не остаюсь. Всегда прихожу. И вообще я считаю, что вот эти мероприятия очень большую пользу приносят для нас пенсионеров. Подобно дискотеке пенсионеры проводят несколько раз в год. Причем бабушки считают, что некоторые их традиции неплохо бы перенять и внукам. На каждой встрече никакого алкоголя, только вкусный чай. Алина Ахметова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. В Нижнекамске состоялось открытие автокомплекса «Роллес». На данный момент аналогов ему в городе нет. В чем уникальность этого автокомплекса, узнаете в следующем материале. Автокомплекс «Роллес» уникален, потому что под одной крышей расположились сразу несколько автоуслуг. Автомойка, автосервис и автомагазин. Абсолютно новое оборудование, практически вся работа компьютеризирована, и за ней следят исключительно профессионалы. А пока вашу ласточку приводят в порядок, можно посетить уютное кафе, где вас встретит приветливый и улыбчивый персонал. Меню может удивить даже гурманов. Здесь три национальные кухни – японская, европейская и восточная. А над интерьером самого кафе поработали дизайнеры. Была удивлена, что здесь кафе еще есть при этой автомойке. И пока машина моется, я сижу, пью кофе. Еще один огромный плюс – здесь можно оставить машину и уехать по своим делам. За процессом, будь то мойки или ремонта авто, можно наблюдать в режиме онлайн. Вам будет выдан специальный пароль, и это не все. Мы очень долго шли к этому, и вот наконец-то мы открылись. И в честь открытия 3, 4 и 5 октября у нас скидка на все услуги 50%. В автомагазине можно найти запчасти на все виды авто, как в наличии, так и под заказ. Цены не кусаются, они ниже рыночных. Автокомплекс «Роллес» работает с 7 утра до 23.00 без выходных. По адресу Южина, 5А, телефон 44 88 44. Приехав сюда, вы можете быть уверены – ваш автомобиль попадет в руки профессионалов. Альберт Меншин, Евгений Лызаев, Ренат Харасов. Новости НТР. И на этом у нас все. Далее спортивный обзор Вадима Струминского и новости на катарском языке. Я же с вами прощаюсь. Желаем вам отличных выходных. До встречи. Сегодня в новостях спорта. Нижнекамск против Уфы. Тяжело было. В общем, достаточно немножко так и морально, и в физическом плане немножко тяжеловато было. Что стало причиной очередного домашнего поражения нефтехимика? Об этом и не только. Сразу после рекламы. Вам срочно нужны деньги? Это не проблема. Крокос выдает займы до 15 тысяч рублей. 5 минут. Нужен только паспорт. Первый займ бесплатно. В Крокосе 8 из 10 клиентов получают деньги. Ждем вас по адресу. Город Нижнекамск. Химиков 53. Телефон 8 800 777 54 40. Крокос. Свобода от проблем. В новом сезоне новые шубки. Теплые, модные будут покупки. Сотни моделей для всех возрастов. Качество наше. Не требует слов. Новая коллекция мутоновых шубок всех размеров и моделей в салоне меха. ТЦ Аркада. Второй этаж. Тиш парка. Пара на прогулке. Он о любви и говорит. И лишь два сердца бьются гулка. Но нам важнее внешний вид. Сток-центр. Глобальное поступление одежды известных брендов. Сток-центр. Осень, бренды и любовь. Полетаем. С 4G отлетай. Летай по республике. Летай на большой скорости. Летай. Это высокоскоростной мобильный интернет для каждого. Еще больше интернета за меньшие деньги. Переходи на новый уровень. 4G отлетай. Крокос каждый день погашает кредиты клиентов за счет выдачи микрозаймов населению по всей стране. Крокос. Свобода от проблем. Мечтаете быть здоровым? Салон Нуга Бест ждет вас на школьном бульваре 3. Здоровые суставы, здоровая спина, здоровое сердце. В магазинах Пестричинка выгодные цены. Колбаса-презент 350 грамм 125 рублей 30 копеек. Печенье фирменное 1 килограмм 69 рублей 90 копеек. Всегда дешевле, всегда вкусней. Близкий магазин для хороших людей. Любишь активный отдых на природе? Тогда тебе к нам. Спортивно-теловой комплекс Федотова предлагает семейный отдых в любое время года. Уютные номера, конные прогулки, занятия спортом, круглосуточный ресторан, сауна, бильярд. А также проведение любых праздников и корпоративов в комфортной и романтичной обстановке подальше от города и суеты. СДК Федотова. 20-26-98. Металлодор предлагает широкий выбор металлопроката. Трубы электросварные, профильные, оцинкованные, уголки и швиллера. Листы горячекатанные, арматура и поликарбонат. Профнастил в наличии и под заказ. Изготовление теплиц, беседок и металлоконструкций. Спешите, мы ждем вас каждый день без выходных. По адресу первопроходцев 14. Телефон 43-01-10. Только один день. 9 октября в ДК Альфа выставка продажа великолепных шуб и женских дубленок из Пятигорска. Эконом цены, широкий ассортимент. Предоставляется кредит. Ждем вас с 9 до 18 часов. Красота в мороз доступна всем. Семинар очищения организма за 5 дней. Автор метода очищения – профессор Волков. Метод очищения без клизм и голодания на основе трав. Индивидуальный подход каждому человеку. Семинар профессора Волкова состоится по адресу. Площадь Лимаева, 14, Дом народного творчества. 10 октября, 18 часов. Вход 100 рублей. Поговорим о главных спортивных событиях нашего города. В студии Вадим Струменский. Здравствуйте. Все эмоции оставили в матче с Казанью. Именно так описал встречу нефтехимик Салават Юлаев, главный тренер нижнекамских хоккеистов Кари Хейкеля. Напомним, что наша хоккейная дружина принимала гостей из Уфы в рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. В прошлом туре нефтехимик участвовал в татарстанском дерби против Акбарса. Как признались после встречи с уфимцами игроки и тренерский штаб нашей команды, встреча против казанцев отняла очень много сил, как физических, так и моральных. Все, на что хватило Синебелых в противостоянии с сильным Салаватом Юлаевым, выставить первый период 0-0. Вторая 20-минутка расставила все точки над «и». На исходе первой минуты Кирилл Кольцо вывел вперед уфимцев, а под занес периода Антон Слепошев удвоил преимущество гостей. Коллективы собирались уходить по своим раздевалкам, но не тут-то было. Экс-игрок Нижнекамского клуба поразил ворота бывшей команды. Судья после долгого видеопросмотра игрового момента засчитывает шайбу. Записали ее на счет Кутузова. Третий игровой отрезок стал лишь формальностью. Вдобавок уфимцы отличились еще раз. Итоговый результат 0-4. Крупное домашнее поражение нефтехимика. Тяжело было. В общем, достаточно немножко так и морально. И в физическом плане немножко тяжеловато было. Потому что сейчас идут у нас команды, скажем, вообще-то топовые команды идут. В общем, конечно, это не оправдание. Но, честно говоря, сегодня, в общем-то, не получились, наверное, те задумки, то, что мы хотели. В принципе, ничего не реализовали. Очень обидно, конечно, что здесь нужно просто немножко терпения. Немножко, как сказать, подождать. Естественно, мы всегда выходим играть на победу. Другое дело, что, может быть, не всегда получается. Но если верить в команду, все вместе мы сможем продалить нашу неудачу. На послематчевой пресс-конференции Владимир Юрзинов отметил, что остался очень доволен действиями своих подопечных. Нефтехимик очень сильная домашняя команда. Но мы сегодня сыграли очень хорошо и дисциплинированы все 60 минут. В общем-то, наверное, вот это я хотел подчеркнуть. Добавить, что либо Карри Хекеля не смог. Лишь подчеркнул, что сейчас у команды сложная домашняя серия. Нужно начинать побеждать. После того, как оба наставника ответили на все вопросы журналистов, несколько минут о чем-то беседовали на финском языке. Завтра у нефтехимика игра против омского авангарда. Завтра футболисты нефтехимика проведут выездной матч 12-го тура чемпионата России 2-го дивизиона. Соперниками нижнекамцев станут игроки клуба «Волга». Последнюю встречу нефтехимики провели 23 сентября против «Спартака» из Ёж-Королы. Тогда «Синий-Белый» проиграли со счетом 0-1. Кстати, именно после этого поражения химики опустились в турнирной таблице. На данный момент нефтехимик занимает седьмую строчку в активе подопечных Андрея Сичихина 14 очков после 11 игр. В эти выходные в городе пройдет открытое первенство спортивного клуба «Нефтехимик» по кроссу. В состязаниях примут участие нижнекамские лыжники, а также представители других городов республики. Помимо этого запланированы забеги среди любителей и ветеранов. Начало кросса 5 октября в 11 утра по улице Лесная. Еще одно спортивное событие пройдет в это воскресенье. В дружбе состоится открытое первенство спортклуба «Нефтехимик» под дзюдо. В прошлом году в них приняло участие более 160 юных дзюдоистов из 10 городов и районов Татарстана. К участию в соревнованиях допускаются мальчики 2001-2002 годов рождения в 7 весовых категориях. Юноши не старше 15-ти будут бороться в 3 весовых категориях, девушки в одной. На этом у меня все. Далее в эфире прогноз погоды, затем смотрите новости на татарском языке. Я же с вами прощаюсь и желаю вам приятных выходных. До встречи. Бутик «Барбара» стал еще больше. Сумки, бижутерия, зонты и головные уборы. А теперь и брендовая одежда и обувь. Целый зал высокой моды «Барбара». Роскошь вам к лицу. Проспект Химиков, 36. Светодиодные лампы в магазинах «Тамара». Всегда много. Всегда выгодно. Только в октябре на все светодиодные лампы скидка 9%. Светодиодные лампы в магазинах «Тамары». Всегда много. Всегда выгодно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА